Встреча министров иностранных дел стран НАТО, на которую из-за Венгрии, из-за позиции Орбана всячески чинится препятствие, на которой участвовал наш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Специально из-за этого, из-за такой специальной позиции Венгрии эту встречу будут проводить отдельно, в отдельном месте. Слушай, ну вот реально, что делать с Венгрией? Ну как может страна, которая по сути сегодня представляет интересы России, фашистской России, всячески их отстаивает, делает все, что ей говорит Россия, вот как она может быть при этом членом НАТО и иметь право вето? Это же вот почему важнейшая история, потому что все, один говорит нет, все остальные, не работает конструкция. А как она дальше, то есть о какой коллективной безопасности и эффективности можно говорить, если есть такая Венгрия, которая тормозит и вступление Украины в НАТО, и вступление Украины в Евросоюз и так далее, и так далее. Венгрия прекрасная страна. У Венгрии замечательный народ. Это наши соседи. У Венгрии замечательная культура. Мы с большим уважением и любовью относимся к стране Венгрии и к ее народу. Теперь я скажу, как не политик, я не являюсь политиком, слава Богу, я не являюсь чиновником, дважды слава Богу, я скажу, как гражданин Украины, даже не как журналист. Орбан это подонок, это кремлевская проститутка, и я отвечаю за свои слова, за то, что я говорю. В то время, как русская военщина, фашистская, вот эта нацистская гадость бомбит Украину, воюет уже не с армией украинской даже, с мирным населением, с нашими ТЭЦ воюет. Этот подонок ездит в Москву, обнимается с Путиным, жмет ему руки, протестует против помощи Евросоюза Украине. Да не пошел бы он в жопу, этот Орбан. Кто он такой вообще? Хрен с бугра. Значит, там в Венгрии есть много сил, которые протестуют против этого. Вот сейчас в Киеве была госпожа Новак, президент Венгрии. Она наоборот за Украину, она против Орбана. Мэр Будапешта официально выступает, говорит, да мы за Украину, мы против Орбана. Это чучело кремлевское. Это явная агентура Путина. А агентуры Путина по миру разбросано немало. Это люди, сидящие на путинских бабках. А вон парень не скупой, сразу видно. Там еще Дадон такой, бывший президент Молдовы, сидит еще, вякает тоже скотина. Говорит, ну это же не на Молдову напали. Это пусть себе русские с украинцами разбираются. Если бы на Молдову напали, я бы что-то сказал. Свой рот пусть закроет, сука. Как можно в 21 веке так себя вести политикам? Бессовестные дряни берут бабки у Путина и потом их отрабатывают. Все эти Шрёдеры, Фионы, Погань эта вся. Там еще по Меркель у меня вопросов много. Она виновата лично. Меркель. Это мое мнение. Я высказываю свою точку зрения. Я могу быть прав, могу быть неправ. Но я говорю то, что думаю. Вина Меркель в украинской трагедии огромна и бесспорна, на мой взгляд. Все политика умиротворения Путина у нее была. На самом деле бабки. Строили потоки, делили бабки с Кремлем и доделились. В этом плане очень интересно перерождение, я считаю. Я хочу воздать ему должное за это. Президента ФРГ Штайнмайера. Штайнмайер был министром иностранных дел раньше ФРГ. И один из наших министров иностранных дел, я не буду называть фамилию, встречаясь с Штайнмайером, когда услышал, как он говорит, что Путин молодец и Россия молодец, он ему дал по самое, знаешь, он ему очень сильно, скажем, дипломатично начал оппонировать. И Штайнмайер выпал в осадок от этой речи нашего министра иностранных дел. Это мне сам министр рассказывал. Говорит, я просто изумился, что Штайнмайер говорит, будучи министром иностранных дел Германии. Потом Штайнмайер планы нам рассказывал, какие планы, сближение с Россией, выполнение Минска. И я его сильно не любил. Но после его, я считаю, исторической речи, которую он произнес, когда недавно буквально, когда он сказал, мы ошибались, мы недооценили Путина, и нам нужно новую политику проводить по отношению к России. Вот сегодня он тоже или вчера сказал, что сегодня никакого мира не может быть, пока Россия не уйдет с украинской территории. Никаких договоров, никаких переговоров, ничего. Вот молодец Штайнмайер, молодец. А эта фрау Меркель пусть покается за все, что она наделала. Она еще ходит, что-то рассказывает там. Она еще говорит, что я не думаю, да, что ты не думала? Я знаю, что она... Там еще в биографии, извини, Меркель надо покопаться. Кто она и откуда? Немецкая комсомолка. Из Восточной Германии. С отцом-пастором, которую не тронули и по этой линии комсомольской продвигали. Не работала ли она со штази, я тебе больше скажу, из КГБ? Там еще об этом говорить надо. Потому что после того, как ее предшественник Шрёдер, господин Шрёдер, руководил подразделением Газпрома в России и продолжал бы руководить, если бы не война, у меня от ним ко всем масса вопросов. Ну, смотри, давай вспомним передвоенные разговоры экспертов, западных и политиков, которые активнейшим образом обсуждали, какую именно, не просто получит ли, а какую именно должность Меркель займет в какой из энергетических компаний России после ухода в отставку. Потому что, в принципе, оно так, знаешь, как-то логично напрашивалось, мы в это не хотели верить все, ты помнишь, да, потому что как это? Но, учитывая Северный поток, учитывая то, ну, это же ее детище, этот Северный поток. Конечно, конечно. Конкретно ее ребенок, которого она, ну, потому что такое количество украинских, самого высокого уровня дипломатов, то есть руководители страны, вот эти все годы рассказывали нам о том, как эти разговоры проходились с Меркель. И каждый раз они говорят, ну, главный вопрос, который мы задаем, как может она поддерживать Северный поток-2, это дубинка в войне России, дубинка, дубинка Путина в войне с Украиной, нельзя давать дубинку эту Путину. И тут Меркель сразу же говорила, это экономика, это другое, не трогайте. Но я хочу вспомнить, раз уж ты о Меркель заговорил, а я хочу вспомнить как раз ту Минскую встречу, о которой ты вспоминал уже в самом начале нашей сегодняшней беседы, когда эти были Минские соглашения подписаны, когда были переговоры, слушай, сколько они длились, самые длинные переговоры между президентами стран за всю современную историю, часов 11 они сидели. Безумно долго, мы много съели и много выделили, это я помню хорошо. Слушай, но ты помнишь, как тогда Меркель вела себя за столом этих переговоров, потому что нам же рассказывали конкретно участники процесса, участники делегации, которые там сидели, выходили и, собственно говоря, все это подробно. Ну и опять-таки лавровый макей, которые сидели, мы же видели. Это мы тоже слушали, да, 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 кроме нашей делегации, то есть мы слышали со всех сторон, что у них было между собой. Так вот, она тогда на Минских переговорах себе взяла лидирующую роль, то есть она конкретно модерировала беседу. Она конкретно сидела с ручкой, с листом бумаги и по пунктам шла и записывала. И вот потому что Оланд там все говорили так сидел, откинувшись, просто курил, молчал, ему было пофиг вообще, он так отстраненный вид, типа ну давайте уже быстрее, быстрее. То есть ему он нудился, знаешь, он устал уже. А вот были два таких, да, оппонента, сидел Путин, сидел Порошенко, между ними сидит Меркель, потому что Лукашенко, помнишь, они сразу же попросили. Лукашенко, да, Лукашенко попросили выйти. А он сразу, он страшно обиделся, он же такой стол накрыл, он же думал тогда, что вот все, его принимают обратно. Стол был хороший, опять возвращаясь к столу, белорусские продукты потрясающие, зубровка была высшего класса. Кстати, я тебе скажу про эту бабочку еще раз, фрау Меркель. Ну, давай, бабушка, дедушка, ну зачем? Не, ну если бы это был дедушка, я бы сказал это дедушка. Женщина политик, ну. Я ее не люблю, исходя из того, что она сделала для Украины, поэтому я ее могу назвать кем угодно, это мое суверенное право. Прошу у меня его не отнимать. Значит, эта бабушка, неизвестно еще, по чьей просьбе модерировала эти переговоры, может по просьбе Путина. Кто их знает там? Не знаю. Это большой сейчас вопрос. Спасибо. Спасибо.